Как уже было сказано ранее, огромный блок указов президента касается каждого россиянина. Владимир Путин подчеркнул, задача номер один – улучшение жизни россиян. Один из крупных блоков в этом направлении – социальный. И о нем мы поговорим с руководителем Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Неницкого округа Сергеем Свиридовым. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Давайте начнем с, наверное, самой важной темы – это пенсионеров. Какие меры поддержки предусмотрены для этой категории граждан? Добрый день. Хотелось бы отметить, что послание президента, которое было на днях в Федеральном собрании, на первом месте это был, конечно, вопрос по сокращению бедности, на втором – это нацпроект «Демография», и на третьем месте – это национальный проект, уже связанный со здоровьем нашего населения. Что сказано, то, что вы отметили про пенсионеров, речь шла о пенсии и оригинальной доплате к пенсии. Если брать 2019 год в Нениском автономном округе, то минимальный размер пенсии, который установлен на уровне субъекта закона, это практически 18 тысяч рублей. Если брать конкретный пример, о чем шла речь, у нас есть пенсии для социальной, это в основном инвалиды, которые раньше выходят и не вырабатывают стаж, и, соответственно, их пенсия ниже минимальной, которая установлена в субъекте. То есть, если, грубо говоря, возьмем пенсию 16 тысяч установленная, то оригинальный доплаток пенсии, который идет за счет федеральных средств и софинансирования субъекта, за счет средств субъекта, то добавится будет до 18 тысяч, это будет 2 тысячи. И если брать ситуацию сегодня, то, проиндексировав пенсию на тысячу, то есть она поднимется на 17 тысяч, и автоматически сокращается оригинальный доплаток пенсии, то есть она все равно будет 18 тысяч. И именно об этом говорил президент, что это несправедливо. В настоящий момент Министерством труда по предварительной информации готовятся изменения в законодательство, где вот эти расчеты будут закреплены, то есть, если брать вот этот пример, 16 тысяч и 2 тысячи оригинальный доплаток пенсии, то есть это будет зафиксировано. И если произойдет повышение пенсии на тысячу, соответственно, она будет уже 17 и будет допатчиваться 2 тысячи. То есть она уже будет составлять 19, а не как вот сегодня 18 тысяч. То есть речь именно об этом. В рамках послания было озвучено много новых терминов, в их числе бережливые поликлиники. Вот расскажите, что это такое и будет ли внедряться такие поликлиники в нашем регионе? Ну, хотелось бы отметить, что этот проект начал реализовываться в других субъектах чуть раньше. Это были пилотные субъекты, и он шел, реализовывался Министерством и Росатомом. Это вот Кировская область, это Ярославская область, это Калининград. И довольно-таки успешные есть практики реализации. Это когда, по факту, вот из тех процессов, которые сегодня есть в поликлиниках, убираются ненужные процессы, процедуры и сокращается время на время нахождения пациента в самой поликлинике. Но это никак не связано с качеством оказания медицинской помощи. Это подразумевается, наоборот, только ее улучшение в качественном выражении. И, соответственно, возможность принятия больше пациентов, потому что уберутся вот эти процессы, которые, в принципе, сегодня не нужны. Сегодня основной вопрос, который возникает в Невско-автономном округе, неудовлетворенность пациентов – это долгий период ожидания. Как раз бережливая поликлиника направлена на то, чтобы это время сократилось. Ну вот если в четырех словах сказать, что такое бережливые поликлиники – это сокращение работы времени врача на прием пациента и улучшение ее качества для пациентов. В своем послании Владимир Путин не раз обращал внимание на то, что медицинская помощь должна быть доступна, и особый акцент сделал на жителях глубинки. Знаю, что в нашем регионе будет разрабатываться проект по возведению типовых ФАПов. Расскажите, пожалуйста, что за проект, да, и когда планируется его реализовать? Вот если брать в советское время, то доступность была, исходя из жителей сельских поселений, это 300 человек. Если брать Невско-автономный округ уже сегодня, то у нас такая доступность создана в округе, который нет в других регионах. У нас в каждом сельском населенном пункте, даже где жители проживают меньше 100, сегодня есть фельдшеский здравпункт. Но вот программа, она реализуется с этого года, но, к сожалению, мы в этом году в нее не попали, потому что речь идет о ФАПах, где их в принципе нет. У нас в каждом сельском населенном пункте ФАП есть, но часть из них желает лучшего и замены, потому что они сегодня находятся в некотором аварийном состоянии. И, соответственно, по новым условиям, которые уже будут в 2020 году реализовываться, предусмотрена возможность замены ФАПов. И у нас 9 ФАПов, они находятся в аварийном состоянии, и 9 ФАПов, они будут заменены. Если необходимо, у меня есть информация, я могу озвучить населенные пункты, чтобы уже все жители знали, где будет замена. Это Хангурей, Андик, Щелина, Волчейский, Лаборская, Верхняя Пеша, Чижа, Амдерма и Бугрино. Сергей Анатольевич, ну вот примечательно, что Владимир Путин большое внимание уделил здравоохранению, так как в нашем регионе год здоровья объявлен в 2019-й. Какие еще планы есть на проведение года здоровья? Что, может быть, какие-то инфраструктурные проекты крупные? Давайте я назову основные. Например, на сегодняшний момент подготовлен пакет документов и передан Минздрав. Это по пристройке главному корпусу. Он, наверное, называется так скромно пристройка. Это такое же полноценное здание, как главный корпус, где разместятся часть служб, которые сегодня ютятся в одном здании, и у нас проблемы нехватки пощадей. И мы все знаем, что иногда возникают ситуации, когда пациенты вынуждены находиться в коридоре. Пристройка главному корпусу совместно с финансированием из федерального бюджета будет чуть больше миллиарда рублей. То есть федерация обязалась выделить 750 миллионов на строительство этого объекта. Документы подготовлены по бюджетной заявке. Включение федерального адресного институционного программы. В этом году при рассмотрении, при принятии положительного решения, в следующем году уже будет открыто финансирование и начнется стройка. Следующий немаловажный вопрос, это институционное отделение, которое сегодня находится в таких, скажем так, мягко неналежащих условиях. В настоящий момент готовится проектно-смертная документация, которая в этом году должна пройти экспертизу. И, соответственно, такой же пакет документов и пристройки будет в следующем году до 1 февраля, должен быть поддан Минздрав. И, соответственно, на следующий год это будет вопрос рассмотрен. И уже в 2021 году также будет открыто финансирование для строительства уже инфекционного отделения. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. Я напомню, в нашей студии был руководитель Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа Сергей Сферидов.